На сегодняшний день в Казани представлено три отеля категории 5 звезд, это Корстон, Мираж, Лучано, 19 отелей 4 звезды, 31 отель 3 звезды, 29 2 звезды, 7 отелей 1 звезда и 102 отеля на 1400 номеров категории без звезд, куда входят мини-отели и хостелы. Независимо от звездности, все категории отелей от 5 звезд до категории без звезд, прошедшие официальную классификацию, то есть официально подтвердившие свою категорию, смогут принимать гостей во время Кубка Конфедерации ФИФА и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В настоящее время на территории Республики Татарстан классификацию гостиниц и иных средств размещения осуществляет ООО Туристский информационный центр города Казани. Полный перечень компаний, имеющих право проводить классификацию объектов, есть на сайте классификациятуризм.рф. Согласно федеральному закону номер 108 подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году и Кубка Конфедерации в 2017 году, все средства размещения городов, принимающих чемпионат, должны были пройти официальную классификацию до 1 января 2017 года. В итоге на сегодняшний день официальную классификацию прошли 168 гостиниц. Это 88% от общего числа. 5% гостиниц в ожидании получения свидетельства о прохождении классификации, 7% не проходили классификацию. Речь о трех гостиницах и порядка 8 хостелов с общим номерным фондом порядка 100 номеров. Владельцы части из них планируют прекратить свою деятельность, а другие готовятся продать свой бизнес. Стоит отметить, что в категорию закрывающихся средств размещения вошли в основном хостелы квартирного типа. Собственники таких хостелов, а по сути квартир, сдают жилье в наем посуточно, не неся никакой ответственности перед постояльцами. Борьба с низким качеством предоставляемых услуг, нередко встречающихся в таких псевдо-хостелов, является одной из наиболее приоритетных задач на сегодняшний день. О средствах размещения готовящихся продажах хочу пояснить. Новым владельцам при сохранении профиля бизнеса обязательно придется пройти процедуру классификации. Хочу обратить внимание, если до сегодняшнего дня никаких штрафов при отсутствии свидетельств о классификации не применялось, то сейчас в проекте поправок федеральному закону номер 132, который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме, есть пункт, который предлагает срок введения наказаний за непройденную классификацию в 11 регионах сдвинуть до 1 марта. И к тем отелям, которые классификацию не прошли, будут применены соответствующие санкции. И деятельность таких отелей будет считаться незаконной. Продолжение следует...